Всем привет! Вы на канале Перпаков и с вами Анна Веселова. Сегодня готовим мясо с овощами на второе. Такое блюдо на столе будет маленьким праздником для близких. Очень нежное мясо, сочные овощи и пряное подлива прекрасно дополнят любой гарнир. Все за один час мы приготовим вкусное и сытное второе блюдо. Для начала подготовим все основные ингредиенты. Одну большую луковицу нарезаем перьями. Два крупных болгарских перца очищаем от семян и нарезаем средними кусочками. Я беру один желтый и один красный для того, чтобы в блюде они красиво смотрелись. Два крупных спелых помидора нарезаем средними кусочками. 800 грамм мяса, для этого подходит свинина, говядина и индейка, нарезаем средними кусочками. 4 зубчика чеснока и несколько яйточек витрушки мелко крошим. Основные ингредиенты подготовлены и теперь остается их объединить в одно блюдо. На горячей сковороде с маслом обжариваем лук пару минут. Должен пойти приятный аромат. Высыпаем к луку перец. Все перемешиваем и через пару минут добавляем помидоры. Когда помидоры пустят сок, добавляем чеснок, зелень, перец горошком, лавровый лист, базилик. Можно брать свежий, у меня сушеный. Сыпем немного черного перца и соли. Все перемешиваем и тушим на малом огне. Пока тушатся овощи, подготавливаем мясо. Отдельно на сковороде с маслом обжариваем кусочки мяса до румяной корочки. А пока обжаривается мясо, разводим томатную пасту в небольшом количестве воды. У меня оказалось много мяса для такой сковороды и поэтому не получилось обжарить до румяной корочки. Но в идеале у вас должна получиться золотистая корочка, у меня не получилось. Но мясо дало сок и начало тушиться. Но так случилось. Подготовленное мясо перекладываем к овощам. Добавляем томатную пасту и тушим несколько минут до приятного помидорного аромата. После накрываем сковороду крышкой и убавляем огонь. У индукции деление 5. Тушим 20-30 минут. Готовность мяса проверяем вилкой. Если с помощью вилки мясо хорошо разбирается, то оно готово. Пока готовится мясо с овощами, можно приготовить любой гарнир. У меня сегодня это паста. Готовое блюдо посыпаем зеленью и подаем к столу. Вкусное мясо с овощами готово. Сочное и ароматное, красивое и аппетитное блюдо понравится всем. Готовится просто и брыздо, а получается вкусно и сытно. Надеюсь вам понравилось мое видео и этот рецепт. А я благодарю вас за внимание. Спасибо, что были со мной. Пишите комментарии, ставьте класс, подписывайтесь. И как всегда я вам желаю, все самое лучшее и вкусное блюдо на кухне.